Всем привет, дорогие друзья! Я рад приветствовать вас на канале интернет-магазина Джарвис. Меня по-прежнему зовут Роман и сегодня я буду отвечать на ваши вопросы, которые вы позадавали под роликом с обзором вот этого замечательного, просто восхитительно прекрасного устройства, которое реально мне помогает. Anycas M9+. Я оставлю вот здесь вот вам подсказочку на видеообзор этого ролика. Делал его очень давно, возможно в скором времени его обновлю и расскажу максимально подробно. Это устройство, ретранслятор вашего экрана смартфона, неважно это iPhone, либо же смартфон на Android, на монитор или же телевизор. Эти устройства используются для того, чтобы показать, например, какую-то презентацию продемонстрировать, либо же посмотреть фильм, либо поиграть на большом экране, если вы играете, например, на самом смартфоне. То есть вы подключаете геймпад к смартфону и играете уже на большом экране. Если будет интересно, пишите в комментариях, сделаю такой ролик и покажу, как именно это работает. Итак, обзор, еще раз говорю, смотрите конкретно по ссылочке, я сейчас буду отвечать на ваши самые популярные вопросы. Ну а перед тем, как я начну отвечать, я рекомендую вам себе заварить чаечек, кофеечек, приготовить себе печеньки и, как всегда по традиции, желаю вам приятного просмотра. Погнали смотреть. Итак, друзья, для того, чтобы у вас не возникало вопросов, там, работает ли это устройство, вот, собственно, комментарии я вывел на монитор. Они у меня вот здесь, видите, на телефоне, и я их вывел для того, чтобы вам было отчетливо видно. Итак, первый вопрос у нас от Евгения Блэк. Интересная такая фамилия, не русская, наверное. Если iPad подключать через Wi-Fi, можно ли во время скринкаста серфить интернет как-то? Как раз таки, Евгений, вы не очень, видимо, внимательно смотрели прошлое видео с обзором этого устройства, потому что вам необходимо на устройстве отключиться от вашего Wi-Fi и при подключении подключиться к Wi-Fi-точке, которую создает это устройство. Этот Wi-Fi необходим не для того, чтобы передавать интернет, а только для того, чтобы соединить ваш монитор с вашим устройством. Интернет у вас, если вы хотите, чтобы трансляция была, например, через, ну, там, смотрите на YouTube еще что-нибудь, у вас интернет должен быть на устройстве. В обзоре у меня был мобильный интернет, подключен на Samsung тогда еще. И, собственно, если у вас iPad без доступа в интернет, кроме как Wi-Fi, то, к сожалению, вы не сможете смотреть, ну, получить доступ к интернету и транслировать на монитор. Второй вопрос от Антонио Костенко. Видимо, тоже не очень он внимательно смотрел видео, поэтому спрашивает. Я правильно понял, ты отключился от своего Wi-Fi, где у тебя был интернет, подключился к сторонней сети, созданной тем адаптером, где интернета нету, но при этом в YouTube интернет у тебя есть. Что за бред, интересуется Антонио? Этот комментарий набрал целых три лайка. Это значит то, что много людей, собственно, оценили комментарий, и у них тот же самый вопрос. Еще раз хочу напомнить то, что вы, когда отключаетесь от вашего интернета и подключаетесь к точке доступа, которую создает AnyCast, вы не имеете интернета именно от Wi-Fi, то есть сам AnyCast не раздает вам интернет. Он необходим только для того, чтобы соединить монитор с вашим телефоном, либо же iPad. В том случае, еще раз повторяю, у меня был интернет от мобильной сети, от оператора. Вот и все. Третий вопрос. Кстати, это достаточно популярный вопрос, и, по-моему, еще его несколько раз задавали. Я вам показывал видео и тестировал как раз-таки на Samsung A70, и там тоже не было вот этой функции Smart View. Что за функция для тех, кто не в курсе? Когда вы выдвигаете шторку на смартфоне, у вас есть дополнительные функции, там Wi-Fi, Bluetooth, перевернуть экран, там отключить звук. И там же есть у некоторых функция Smart View, а у некоторых ее нет. Если у вас ее нет, это значит, что в вашей оболочке Android она просто не предустановлена. Вам необходимо зайти в Google, написать, скачать Smart View, и вы скачаете, там, по-моему, APK-шный файл, он устанавливается, и прям вот этой вот шторкой. То есть, это, грубо говоря, дополнение к вашему Android. Вы можете найти ролики с подробными инструкциями на YouTube, но если все-таки не получится, эти вопросы будут возникать, я сделаю для вас более подробное видео. Далее, вопрос задает Тауфик Сабиров. Напишите, пожалуйста, если смотреть фильм с YouTube через телефон, экран телефона тухнет? Еще раз повторяю, то, что ваше вот это устройство Anycast, оно, напоминаю, стоит всего лишь, по-моему, 10 долларов, и ссылку на него я, кстати, оставлю ниже в описании, если вам будет интересно. Оно дублирует полностью ваш экран. То есть, смотрите. Что ж, дорогие друзья, вот мы сейчас с вами и протестируем. Я запустил наше видео у нас на канале, на YouTube, как вы видите, идет трансляция с телефона на монитор. Ну что ж, давайте теперь заблокируем экран. Все делаю перед вами. Итак, нажимаю кнопочку блокировки, пам, все. Видео, как вы видите, остановилось. Почему? Потому что видео остановилось и на нашем с вами телефоне. Следующий вопрос у нас задает Максим Повар. Здравствуй, устройство купил недавно, подключил Nova 5T, работает отлично. Redmi 5T, Redmi 5 и еще какой-то Redmi, не помню модели, тормозит видео, но устройство работает хорошо. Еще многое зависит от телефона. Это, видимо, не совсем вопрос, а больше уточнение. Ну и, в принципе, естественно, да, от телефона тоже что-то должно зависеть. Конечно, у этого устройства есть внутри центральный процессор, я сейчас модель не помню, но, в принципе, он справляется как раз таки с тем, чтобы выводить ваше изображение с телефона. Если конкретно ваш телефон, например, не может воспроизвести какое-то видео, допустим, 4К, он его не прогружает, либо же какую-то игру он не может вывести, то, естественно, будет лагать и на мониторе. Ну и плюс вот эта трансляция, она сама функция трансляции, естественно, она как-то нагружает, не сильно, но нагружает процессор вашего телефона. Поэтому телефон, естественно, должен быть, ну, не прям дровами какими-то. Следующий вопрос. Стейсер спрашивает. Привет, если на телевизоре нет USB, как можно запитать? Два лайка. Хотя, друзья, в том же видео я сам лично запитывал его не от телевизора и от USB, а прямо от розетки. И я вам это показывал, даже не знаю, как вы смотрите видео. У вас должен быть блочок зарядки, маленький такой беленький, в каждом телефоне есть. Вставляйте в него USB и в розеточку, либо же от компа, как в данный момент у меня. Александр Щербина задает вопрос. Здравствуйте, да, если я в браузере Яндекс напишу смотреть фильм онлайн, транслировать будет или только с YouTube работает? Работает с чем угодно. В данный момент у меня Telegram, только что был YouTube, браузеры все работают. Еще раз, это трансляция, дубликация изображения с вашего телефона. Александр Байбаров, надеюсь, правильно поставил ударение, задает вопрос. Теряется ли качество видео при передаче? Есть ли задержка при передаче видео? Два лайка. Итак, насчет вот этого вопроса действительно очень интересно, потому что, когда вы делаете вот так, вертикально, то картинка транслирующая становится действительно значительно хуже. Я не знаю, с чем это связано, но это факт. Если вы переворачиваете изображение, то качество абсолютно точно такое же. Anycast поддерживает изображение максимум 1080, то есть Full HD. 2К и 4К он уже не поддерживает, он будет показывать в Full HD разрешении. И второй вопрос от Александра. Есть ли задержка при передаче видео? Нет, задержки нет. Даже играть в активные игры будет вам удобно. Причем подключайте геймпад к телефону, делайте трансляцию на, собственно, монитор. Я вам, думаю, в следующем видео покажу, как можно играть в шутеры и кайфовать. Следующий вопрос задает Любовь Перещевайлова. Как он работает? Не зависает у вас? Хотелось бы узнать про штуку, как работает. 3 лайка и даже один мой. Интересно. В общем, работает отлично. Мне, честно говоря, понравилось. Пользуюсь периодически этим устройством. Ну, опять же, все это время, пока идет запись видео, как вы видите, все работает. Никаких проблем не возникает. Ничего не выключается. Ничего не тухнет. В общем, за свои деньги, а это 10 долларов устройство, шикарное. Далее Андрей Афанасьев спрашивает, откуда вытащить кнопку Smart View? Где ее искать? Я сижу на мобильных данных. Что делать? Wi-Fi дома нет. Андрей, еще раз продублирую. Я на этот вопрос, в принципе, уже ответил, но я хочу продублировать, потому что действительно эта проблема может возникать у многих. Кнопку вот эту Smart View вы можете скачать дополнительно в интернете. Инструкции есть на YouTube. Так и вводите, как задали вопрос. И вы получите ответ. Нет, сижу на мобильных данных. Еще раз повторяю, то что Wi-Fi вам не требуется. У вас нужен Wi-Fi только на телефоне и в самом Smart View. Мобильные данные, отлично, у вас будет, значит, интернет. Итак, друзья, прямо вот за моей спиной находится наш сайт Jarvis. Ссылку на этот товар я оставляю ниже в описании. Переходите, заказывайте. Если у вас остались какие-то вопросы, обязательно пишите их в комментариях. Итак, дорогие друзья, это были ваши вопросы на видос про Anycast M9+. Если у вас все еще остались какие-то вопросы, либо же вы хотите что-то уточнить, либо у вас есть просто какие-то вопросы о других устройствах, пишите в комментариях под этим роликом. Я думаю, через какое-то время я тоже сделаю видео с ответами на ваши вопросы. Поэтому все, что вас интересует, обязательно пишите. Ну, а на этом у меня все, дорогие друзья. С вами был, как всегда, Роман и канал интернет-магазина Jarvis. Желаю вам хорошего дня. Всем пока.